привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и сегодня мы сделаем один совсем простой можно сказать школьный опыт который разные люди делали и раньше например его показывал александр пушной в программе галилео а опыт касается вопроса можно ли плыть на парусном корабле дуя свои же паруса для этого я приготовил такую нехитрую установку машинка она не стоит электромотор с пропеллером который сейчас будет отбрасывать воздух в ту сторону даю напряжение пропеллер вращается быстрее быстрее и вот на напряжении 8 вольт он вполне уже приводит машинку в движении ну давайте мы поднимем напряжение до 15 вольт и посмотрите как быстро разгоняется машинка а теперь мы развернем пропеллер так чтобы струя была направлена от кормы к носу машинки или установим сюда алый парус надежды подаем все те же 15 вольт и машинка стоит на месте и никуда не двигается объяснить этот наблюдаемый факт совсем просто пропеллер работает и отбрасывает воздух вперед со стороны пропеллера на воздух действует сила сообщающая очередным порциям импульс ну соответственно по третьему закону ньютона такая же сила только направленная в противоположную сторону действует со стороны воздуха на пропеллер ну а потом и на корпус автомобиля давайте мы ее здесь обозначим стрелочкой а дальше воздух налетает на парус тормозится и передает ему свой импульс и такая же повеличение сила теперь у нас действует со стороны воздуха и на парус тоже ну а потом со стороны паруса на корпус автомобиля так что на корпус автомобиля действует две равные и противоположные силы и суммарная сила равна нулю автомобиль никуда не едет впрочем некоторые наши подписчики и зрители писали что все-таки можно двигаться дуя в собственный парус может быть не так быстро как волк из ну погоди но все-таки с заметной скоростью а главное для этого нужно организовать правильный реверс ну и сейчас мы посмотрим в чем состоит идея этого реверса а потом попробуем ее реализовать в эксперименте и идея состояла в том что надо установить на этот автомобиль такой парус в виде чашки и тогда воздух который в эту чашку попадает он будет разворачиваться вылетать назад ну и соответственно за счет этого появится реактивная тяга и автомобиль все-таки будет двигаться сейчас мы посмотрим получится у нас это или нет беру х я установил на наш автомобиль такую чашку проводим испытания 15 вольт сразу и и автомобиль как мы видим никуда не едет ни вперед ни назад но рискнем поддать еще напряжение вот у меня уже 20 вольт и даже больше 25 пожалуй хватит автомобиль не сдвинулся с места ну и соответственно возникает вопрос почему никакого реверса не произошло ну и подумав над тем как здесь распределяются потоки и давление вы на этот вопрос я надеюсь сумеете ответить ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ю тубе а и 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